Мы приблизились с вами, дорогие соотечественники, к эпохальной дате 18 марта. Ровно два года тому назад свершилось событие не просто исторического, а всемирно исторического характера, когда президент России Владимир Владимирович Путин торжественно засвидетельствовал России, что в ее тихую гавань вплыл Крым. Абсолютным большинством своих жителей, высказавшиеся за свое политическое определение, и вхождение в состав России. И мало кто не плакал, наверное, тогда, как среди членов Союза Федерации, так и простых людей, граждан России, которые безотрывно следили за этим событием по экранам телевизоров. Но, конечно, главными участниками этого судьбоносного момента, вехи в истории нашей страны были жители самого Крыма, тавриды, как говорили в старину, русские, татары, все, кто только не населяют полуостров, и греки, и евреи. И вся наша многоликая и монолитная нация тогда осознала себя воистину единой. И сегодня в ретроспективе, оборачиваясь назад, мы вновь и вновь убеждаемся в том, что это было дело не столько активности верхушки народа или, напротив, низов, но дело Божьего проведения, промысла. И свидетельство об этом покровительстве неба Крымской земле мы обретаем в особых церковных датах, праздниках, посвященных святым. А ведь тавриды, как правильно отмечал наш президент, есть колыбель христианской цивилизации для святой Руси, русского царства, современной России. Здесь, в Херсонесе, та купель, из которой вышел вождь нации, равнопостольный князь Владимир. Здесь ныне красуется дивный памятник русскому и вселенскому православию, самый храм в честь святого равнопостольного Владимира. Однако, кроме великого князя, мы знаем херсонесских епископов, проливших свою мученическую кровь, знаем неисчислимое число исповедников, знаем сон исповедников, которые, убегая еще от иконоборцев в восточной части Римской империи, населяли неприступные скалы, рыли пещеры, оставили после себя целые города, где в сумраке земных недр, как будто в катакомбах, возносили молитвы о мире. Но, пожалуй, самым известным сегодня из новых крымских святых является святитель Лука, память которого по существу и приходится на этот судьбоносный март 2014 года. его не зря называют новым исцелителем Пателиманом. Он, как и святитель, чудотворец Николай, является сегодня в операционных, оказывает скорую помощь из того мира, оставляя после себя чудесные вспоможения, исцеления, укрепления, здравия душевное и телесное. Но, конечно, не ошибемся, если скажем, что дом Пресвятой Богородицы, а именно так в течение столетий называли нашу Россию не только ее жители, но и иностранцы, знакомившиеся с тысячелетней культурой России, сегодня вбирает в себя вновь историческая справедливость восстановлена по всем пунктам закона международного права. Дом Пресвятой Богородицы сегодня и явлен в нашем Крыму. Мы судим об этом по участию в тех уже отдаленных двумя годами событиях чудотворных икон Пресвятой Богородицы, их новонаписанных копиях, списках, которые пребывали в Тавриду и в самый драматичный момент политического определения жителей Севастополя, Евпатории, Симферополя и чуть позже. Многие из вас, дорогие друзья, знают, что российский морской форпост, город Кронштадт, который находится под особенным молитвенным покровом всероссийского батюшки отца Иоанна Кронштадтского в знак солидарности с крымчанами, не пожелавшими находиться вне своей исторической родины, преподнес Тавриде дивный подарок – икону «Благодатное небо», посвященную Пресвятой Деве Марии. Действительно, небо над Крымом сегодня ясно и чисто. Действительно, сегодня ядерный щит, зонтик сохраняет надежно южные пределы нашей Родины от всех гипотетических провокаций. Однако, не в силе Бог а в правде и невидимый покров Пресвятой Девы Марии, распростертый над Вселенской Православной Церковью, стал осязаемым и зримым, когда в июне прошлого года в Крыму появился этот дар жителей российского севера города Кронштадта. Икона подлинно стала благодатным небом для крымчан, когда на вертолете она свершила воздушное путешествие, осветив весь полуостров. Встречали ее в Севастополе так, как будто бы явилась государняя императрица. Нет более, ведь причистая Дева Мария именуется царицей неба и земли. Со всеми воинскими почестями, будучи встречена, она явила свой прекрасный лик тысячам крымчан, которые и страшную годину опасности, когда на Крым уже устремлялись проплаченные боевики, наемники, бандеровцы нового типа, защитила Матерь Божья благодаря решительности и мужеству казачества, офицеров Севастополя, по существу всех слоев населения Крым от этой напасти. И сегодня икона Благодатное небо находится в одном из древнейших православных монастырей России Инкермании, входя под своды которого, входя в пещерные церкви которого, мы невольно соединяемся со всеми подвижниками 20-го, 15-го, первого столетия по Рождестве Христовом и понимаем, что Пречистая Дева Мария, ставшая душою апостольской общины, благословлявшая их на миссионерский проповеднический вселенский подвиг, и сегодня своим прекрасным ликом, в котором и чистота, и смирение, и любовь, и могущество дивно соединены, взирают на нас, верных птенцов и чад Русской Православной Церкви. Я сам очень люблю Крым и Тавриду, белый город Севастополь, который, как чайка, реет над гаванью затонувших кораблей. Это город боевой славы, по которому невозможно ходить с равнодушным чертвым сердцем, ибо там каждое здание, каждый камень, каждый склон горы обильно политы кровью наших сограждан еще с незапамятных времен, особенно с Крымской войны и, конечно, великой битвы народов Второй мировой войны. И сегодня не все просто. В Тавриде не так легко интегрироваться в государство, восстановить утраченные связи, завести муховики политического, финансового, экономического, социального среза. но свершилось главное. Мы едины, а потому непобедимы. Нет уже средостения, которое бы разделяло людей, молитвенно поминающих своих дедов, принесших нам великую победу с многомиллионным сонмом россиян и на Камчатке, и в Таймыре, и в Порте Находка, и в Калининграде, и по всем городам и весям, отмечающих эту славную, чудесную историческую дату, которая уже вошла в наши учебники, и у них, быть может, обозревателей заокеанских вызывает горечь или печаль, а у подавляющего большинства прогрессивного человечества, которые хотят мира, а не войны, содружества наций, а не вселенской бойни всех против всех. Это событие навсегда в сердцах будет звучать торжественным мажором. И за это мы благодарим Господа Пречистую Деву Марию, не забывая и нашего Верховного Главнокомандующего, от политической воли которого, согласитесь, зависело немало. Ну а главная заслуга, ну а главная заслуга за самими крымчанами, сказавшими, да будет так и стало так. Субтитры Продолжение следует...